Суванна Фума – лаосский политический и государственный деятель, глава нейтралийской фракции и неоднократно премьер-министр Лаоса. Биография Принц Суванна Фума родился 7 октября 1901 года в Луанг-Пробанге. Он был девятым сыном принца Батхонга и единокровным братом принца Суфан Вонга. Начальное образование получил в Хануэй, там же обучался в лице Альбера Сара и в Индокитайском университете. Высшее образование получил во Франции, где окончил Парижскую школу гражданских инженеров и энергетический институт в Гренобле. Получил диплом инженера-архитектора в Париже и инженера-электрика в Гренобле. В 1931 году Суванна Фума вернулся на родину и почти 15 лет проработал на административной инженерно-технической работе во французском Индокитае. Занимался строительством в Авянтьяне. В 1944-1945 годах был главным инженером Бюро общественных работ Лаоса, затем главным инженером Бюро общественных работ Индокитая. Движение «Свободный Лаос». В конце Второй мировой войны, когда власть Франции над Лаосом ослабла и значительная часть местной элиты выступила за независимость страны, принц Суванна Фума включился в политическую борьбу, поддержав движение «Свободный Лаос». 12 октября 1945 года он занял пост министра общественных работ во временном правительстве принца Кхама, в тот же день провозгласившим независимость Лаоса. Однако весной 1946 года движение «Свободный Лаос» потерпело поражение и принц Суванна Фума вместе с другими его лидерами эмигрировал в Таиланд, спасаясь от сил французского экспедиционного корпуса. Иммигрантский период жизни Суванна Фума продолжался более трех лет, пока в «Свободном Лаосе» не произошел раскол. Группировка принца Кхама, члены которой считали, что добиться от Франции расширения автономии можно путем переговоров, исключила из движения принца Суванна Вонга и его сторонников, требовавших продолжение вооруженной борьбы. После того как 19 июля 1949 года была подписана Генеральная конвенция, по которой Франция формально признала независимость Лаоса, лидеры «Свободного Лаоса» уже не видели смысла продолжать конфронтацию с Виентианом и Парижем. Возвращение в Лаос, министр, осенью того же года начались переговоры между лидерами движения и королевскими властями Лаоса. 30 сентября 1949 года премьер-министр королевского правительства принц Бумум, а 6 октября комиссар Французской республики в Лаосе Жан-де-Раймон направили Суванна Фуми в Таиланд письма с гарантиями полной безопасности, вернувшимся членам «Свободного Лаоса». Вскоре правительство Кхама и само движение были распущены и Суванна Фума, как и большинство бывших оппозиционеров, вернулся на родину. Уже 24 февраля 1950 года Суванна Фума вошел в первое правительство Фуэсона Никона, заняв пост министра общественных работ, планирования, почты и связи. В том же году он вместе с Катаем Сосоритом и принцем Кхама стал одним из основателей Национальной прогрессивной партии Лаоса. Премьер-министр Лаоса после того, как Национальная прогрессивная партия победила на парламентских выборах 1951 года. Принц Суванна Фума 21 ноября 1951 года возглавил правительство Лаоса, продолжавшего оставаться под французским контролем, заняв также пост министра общественных работ и планирования. В последующие годы он совмещал посты министра по вопросам информации министра сельского хозяйства. Примирение между Королевским двором и лидерами распушенного «Свободного Лаоса» не обеспечило мира в стране. С 1952 года силой Патриотического фронта Лаоса, возглавляемый сводным братом Суванна Фума принцем Суфан Вонгом, развернули в Лаосе масштабную партизанскую войну. Весной при поддержке Демократической республики Вьетнам они развернули стремительное наступление, заняли ряд провинций и к маю создали непосредственную угрозу внешним опорным пунктам обороны королевской резиденции в Лангпробанге. Правительство Суванна Фума направило на ДРВ жалобу в Организацию Объединенных Наций, обвинив ее в агрессии. В этой ситуации Франция 3 июля 1953 года заявила о намерении предоставить независимость странам Индокитая. 15 октября в Париже начались франко-олосские переговоры. 22 октября 1953 года король Сиса Ванг Вонг и президент Франции Венсан Ариоль подписали договор о дружбе и сотрудничестве, по которому Франция признавала полную независимость Лаоса А. Сувана Фума и премьер-министр Жозеф Ланьель дополнительной конвенции в Нему. В 1954 году правительство включилось в процесс международного урегулирования в Индокитае, приняв участие в Женевской конференции и подписав Женевские соглашения. Однако вопросы внутри Лаосского урегулирования вылились в конфликты внутри правительства. После того, как в сентябре 1954 года был убит министр обороны Кувара Вонг, кабинет Сувана Фума пал в результате правительственного кризиса. 20 октября 1954 года Сувана Фума покинул пост премьер-министра и вошел в состав правительства Катая Сосарита в качестве министра национальной обороны и по делам ветеранов войны. Снова во главе правительства – национальное примирение. После парламентских выборов 1955 года Катай Сосарит в соответствии с процедурой подал в отставку, однако не смог сформировать кабинет. Устроивший бы национальное собрание 21 марта 1956 года принц Сувана Фума вернулся в кресло премьера. Он также занял посты министра национальной обороны, министра по делам ветеранов, министра иностранных дел и министра информации. Уже в августе он возобновил диалог с Патриотическим фронтом Лаоса и повел переговоры в Ханое и Пекине с руководителями Северного Вьетнама и Китайской Народной Республики. 29 сентября 1956 года была утверждена пересмотренная Конституция Королевства, утвердившая выход страны из Французского Союза. А 31 октября было подписано соглашение о примирии между Королевской армией и отрядами ПФЛ, однако 30 мая 1957 года национальное собрание одобрило в целом результаты переговоров о примирении. Однако выразило недовольство их медленным ходом и уступками правительства оппозиции Сувана Фума подал в отставку отставка и новый кабинет. В Янтиянские соглашения попытки Катая Сосарита, Бонго Сувана Вонго и Фуис на Никона сформировать кабинет не дали результатов. В начале августа Сувана Фума сформировал новое правительство и завел, что восстановление единства путем урегулирования проблемы по Тетлау остается национальным императивом номер один. 16 сентября смешанные комиссии сторон возобновили работу, а принцы Сувана Фума и Суфан Вонг вновь сели за стул переговоров во Вьентьяне. 2 ноября 1957 года были подписаны в Янтиянские соглашения, признававшие Патриотический фронт легальной политической партии с правом парламентской деятельности, запрещавшие репрессии в отношении его членов, провозглашавшие нейтралитет Лаоса и ДР правительства национального единства. 19 ноября 1957 года Сувана Фума сформировал правительство национального единства, которые вошли как лидеры Патриотического фронта Лаоса Суфан Вонг и Фуми Вангвичит, так и лидеры лаосских правых братья Сананикона и Катайса Сорит. В декабре он посетил провинции Хуапхан и Пхонгсали, ранее контролировавшиеся ПФЛ, и восстановил там королевскую администрацию. 18 февраля 1958 года два батальона сил ПФЛ были включены в состав королевской армии, а на дополнительных парламентских выборах 4 мая Патриотический фронт получил 9 мест в национальном собрании. Усиление позиции ПФЛ вызвало беспокойство западных держав, что и было заявлено Суванно Фуми во время его поездки в США, Францию и Великобританию в начале 1958 года. Чтобы укрепить существующий режим Суванно Фума пошел на блокирование с правами. 13 июня 1958 года его партия и партия Фуэсона Никона объединились в партию объединения народа Лаоса. Суванно Фума возглавил ее в качестве председателя. 19 июля она объявила о выполнении Женевских соглашений 1954 года. И вскоре Международная контрольная комиссия прервала свою работу на неопределенное время. Через 4 дня, 23 июля, кабинет Суванно Фума ушел в отставку в соответствии с процедурой после утверждения результатов выборов в национальное собрание. Король вновь поручил принцу формирование кабинета, однако парламент решительно отверг его кандидатуру. Обвиненный в пособничестве коммунистам и сговоре со своим сводным братом Суфан Вонгом, Суванно Фума 4 месяца был не у дел. Пока в ноябре 1958 года его не отправили послом во Францию, тем не менее он формально оставался лидером партии объединений народа Лаоса, оппозиционной правительству Теосом Санита. Пришедшего к власти в 1960 году, переворот 1960 года, правительство нейтралистов. Суванно Фума неожиданно вернулся на родину весной 1960 года и был избран председателем национального собрания Лаоса. За время его отсутствия Лаос пережил крах национального примирения, военный переворот и возобновление масштабной гражданской войны. Находившиеся у власти правы и правительства делали ставку на военное решение проблемы ПФЛ с опорой на широкую американскую военную и экономическую помощь. Однако далеко не все считали этот курс перспективным. Ночью на 9 августа 1960 года парашютный батальон капитана Конголия совершил переворот во Вьентьяне, ликвидировав парламентский режим правых партий. Лидеры переворота убедили нового короля Саванга Ватхану назначить Суванно Фуму, который считался сторонником нейтралитета страны и национального примирения, главой правительства. Однако в те же дни сторонник правых генерал Фуми Насаван поднял восстание в Саванакхёте и Лаос оказался расколотым на три зоны. Долгие переговоры сторон не дали результатов, а союз Суванно Фума с Патриотическим фронтом Лаоса, заключенный в ноябре, вопреки ожиданиям не склонил чашу весов в его пользу. 8 декабря 1960 года в Вьентьяне произошел третий в истории независимого Лаоса военный переворот, и правительство Суванно Фума было фактически свергнуто полковником Купраситом Абхайем, который потребовал от премьера добиться согласия с Ванакхётом. На следующий день принц Суванно Фума вылетел в Камбоджу, передав власть генералу Потама Вонгу, но не сложил полномочия премьер-министра. Премьер в изгнании, гражданская война и Женевское совещание, захват власти во Вьентьяне Бумомом резко сместил политические позиции Суванно Фумы влево. 22 февраля 1961 года принц прибыл из Пномпеня в районы, контролировавшиеся патриотическим фронтом Лаоса и уже на следующий день заключил союз со своим своим сводным братом Суванно Вонгом. Теперь риторика Суванно Фумы стала антиамериканской и едва ли не антиимпериалистической. Уже в январе 1961 года он заявил, в марте-апреле он посетил СССР, КНР, Индию, Францию, Объединённую Арабскую Республику и ряд других стран, заручившись их поддержкой. Суванно Фума заявлял, мы хотим прекращения огня, не вмешательства со стороны иностранцев, так как внутренние проблемы могут быть решены самим народом. 16 мая под нажимом СССР было созвано Женевское совещание по урегулированию лаосского вопроса. 6 июня 1961 года Суванно Фума заявил в Москве. Суванно Фума, Суванно Вонг и Буном провели несколько встреч и вынуждены были договориться о совместном управлении страной. 9 октября после переговоров в Намонии и Хенхипе три принца предложили королю кандидатуру Сувана Фумы на посткоалиционного правительства и 18 октября 1961 года. Король ее утвердил. Однако принц Буном не собирался отдавать столицу коалиции коммунистов и нейтралистов. Переговоры были перенесены в Женеву. Гражданская война возобновилась только 12 июня 1962 года. Три принца все-таки договорились к Ханхай о составе правительства национального единства. Посад национального единства 24 июня 1962 года вступило в свои права коалиционное правительство национального единства Лаоса, в которое вошли представители всех трех противоборствующих группировок. Кроме поста премьер-министра Сувана Фумы занял в нем посты министра национальной обороны по делам ветеранов войны и социальных дел. Военные действия были прекращены. 9 июля оно заявило о нейтралитете Лаоса, что было закреплено в декларации о суверенитете Лаоса и протоколе к декларации, принятых на заключительном заседании Женевского совещания 23 июля 1963 года. Но примирение на этот раз было недолгим. После убийства министра иностранных дел Кинема Фолсона 1 апреля 1963 года Суван Вонг и другие представители ПФО покинули Вьентьян, что усилило позиции правых. 19 апреля 1964 года Купрасит Абхай вновь совершил военный переворот во Вьентьяне и Суванна Фума. Несмотря на осуждение переворота королем, теперь был вынужден сместить свою политическую позицию вправо. Он вывел из кабинета нейтралистов, выступавших за сотрудничество с ПФЛ, и 2 мая объявил о слиянии правой и нейтралистской группировок. С 17 мая 1964 года военная авиация США начала бомбардировки освобожденной зоны Лаоса, оставшейся под контролем Патриотического фронта. Лаос втягивался во Вьетнамскую войну США, охватившую все три страны Индокитая. Патриотический фронт Лаоса теперь отказывался считать правительство Суванна Фума правительством национального единства и не признавал результаты. Парламентских выборов 1965 и 1967 годов После реорганизации в июне 1967 года правительство окончательно утратило трехсторонний характер. После 1962 года Суванна Фума возглавлял правительство во Вьентьяне еще 12 лет, однако контроль над столицей еще не означал контроля над всем Лаосом. К 1970 году почти вся территория страны контролировалась силами ПФЛ, а власть Суванна Фумы распространялась лишь на узкую полосу вдоль реки Меконг. Летом 1972 года Суванна Фума, несмотря на сопротивление правых, был вынужден пойти на переговоры с Патриотическим фронтом Лаоса. 14 октября того же года во Вьентьян для переговоров прибыла делегация ПФЛ во главе с Пхуном Сипасетом и 21 февраля 1973 года были подписаны вторые Вьентьянские соглашения по восстановлению мира в Лаосе. В октябре 1973 года части ПФЛ вступили во Вьентьян и Лонгбхабанг, объявленные нейтрализованными. 4 апреля 1974 года Суванна Фума подал королю прошение об отставке. Конец монархии 5 апреля 1974 года принц Суванна Фума возглавил Временное правительство национального единства с участием ПФЛ. Теперь власть в стране постепенно переходила в руки Народно-революционной партии Лаоса, составлявшей основу ПФЛ. К осени 1975 года она фактически контролировала всю страну. 2 декабря 1975 года монархия была упразднена. Суванна Фума был заменен на посту премьера генеральным секретарем НРПЛ Кисоном Фамвиханом и назначен его советником. Последние годы Остаток жизни престарелой Суванна Фума провел в своем доме на берегу Меконга и, как утверждает Кисон Фамвихан, нередко его посещал. Суванна Фума скончался 10 января 1984 года в Авендиане и был похоронен с высшими почестями. Зарубежные поездки В феврале 1963 года Суванна Фума сопровождал короля Шри Саванга Ватхану во время его визита в СССР в США. Сентябрь-октябрь 1971 года Франция и Великобритания в октябрь 1971 года Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова